приветствую вас дорогие друзья с вами моас и сегодня у нас с вами for the horizon 3 вышел очередной карпака хуниган различные тачки причем очень крутой карпака все тачки достойные и интересные давайте наверное сегодня мы их посмотрим просто быстренько пройдемся по ним а уже в следующих выпусках я думаю я запилю с какой-то конкретной машины которая вам понравится наверное мне лично понравилось вот это вот но вам может понравиться другая мне в принципе здесь все нравится поэтому запилить я могу с любой все тачки очень достойные что удивительно вообще обычно выпускают так 50 на 50 да ну бывает там 60 процентов нормальных 40 как-то не очень ну что ж давайте начнем первый автомобиль у нас mazda rx 7 такая модифицированная заряженная от компании хуниган ведь уже наклеечки наклеили ну может конечно запереди свою но я сейчас стоки все покажу какие они изначально были мы с ними посмотрим с вами салон ну кататься мы не будем потому что пытаться наверно буду в обзорах на конкретные машины какие-то дела раньше сейчас не вышая заменочка со всякими этими штучками в общем карпака это можно получить приобретя его в магазине windows сторону стоит по моему 460 рублей где-то либо же получить его бесплатно если вы предзаказали предзаказали forza horizon сегодня хризина forza 7 forza motorsport 7 forza motorsport 7 как бы в общем в полной комплектации со всеми dlc который будет выходить стоит 7 косарей ну я так подумал одни и те же корабли основа не наступлю потому что я также покупал вот эту вот forza за большие деньги и буквально вот вчера что ли закончились скидки на forza horizon ultimate то бишь все включено стоили они там со скидкой что ли 1700 рублей ну в общем вообще копейки понимаете да я заплатил где-то ну больше 7000 точно потому что я покупал dlc даже может до десятки уже доходит в итоге она стоит ну 1800 рублей понимаете да в итоге я решил что я не буду брать forza horizon 7 так этим временем уже посмотрели немножко машинку да пока это разговариваю давайте наверно придем плавно к следующей я продолжу свой рассказ так следующая у нас машинка хуниган тоже round world begriff porsche 911 1901 года тоже от хуниган такое странное название даже не знаю как перевести raw world begriff такое немецкое прям тоже прикольная машинка света мне нравится сочетание все очень круто но на чем я становился то я уже был в общем я не буду брать forza motorsport 7 я дождусь новогодних праздников и тогда я наверное возьму и будем с вами кататься и forza motorsport 7 а пока друзья я вам даже не советую брать эти 7000 платить они заманивают конечно вот час вот грубо говоря вот этот карпак можно было получить бесплатно если вы предзаказали forza седьмую но я подумал хитренькие они в очередной раз вот так вот потратят 7000 очень огромнейшие деньги лучше себе need for speed на риджоне к ней еще куплю там батлу сезон пассы еще кучу игр на стиме я куплю чем буду вот заниматься вот этим вот покупать за 7000 а потом жалеть о том что я потратил столько денег так а следующая у нас машинка это ой даже не знаю что это у нас это блин это лейзер что ли в общем официально называется хуниган балдвин мотоспорт локи к 5 похож на чем-то на chevrolet blazer но не уверен я но название официально в такой балдвин мотоспорт локи к 5 от хунига на гадике он 79 года ну прикольно такой кстати заряженный вообще все по машины очень интересные все заряженные на все хочется покататься но друзьям и покажемся на одной какой-нибудь потом конечно же на всех я все-таки мечтаю запилить все машины которые есть for the horizon обзоры но знаете мечтать не вредно жизнь никто и свои правила были смотреть сколько там всяких кнопочек шильдиков очень круто сделано такая коробка передач прям волнистая сейчас не видел никогда какая-то не знаю даже что это 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 механическая понятно но это странно сделано да прям как знаете просто по порядочку все как идеально прикольно ставили такие сейчас было вообще замечательно так а следующий у нас машинка ford escort escort rs 1800 понят или да в общем это ford escort а какой там rs не помню по моему это 78 год сейчас посмотрю про галочку да это 1978 год тоже видите заряжен блин тоже очень грудь смотрится мне нравится классная тачка вообще прям от души и очень круто то что наконец-таки тут можно во всех машинах посмотреть движки там салон как-то все это здесь очень круто это поработала нежели предыдущий карпак там некоторые по моему капота вообще не открывались что касается тюнинга опять мы тюнинг не будем смотреть выберите конку карету машину да кто как сказать чем больше людей захочет какой-то определенной модели на то наверное я и сделаю обзор хотя нравится мне конечно же нова chevrolet которая будет на следующем 72 года она мне прям в душу запала возможно вам тоже на запала и вообще будет круто если мне нравится и вам так вообще шикардос так ну вот она chevrolet напал нового 72 года выпуска блин она очень крутая мне здесь вообще все нравится все очень круто сделано тади полуоткрытый багажник с капотом тоже очень круто все так на стиле блин она реально очень круто смотрится вот прям заряжает какими-то положительные эмоции прямо рок-н-ролл такая езда посмотрите на этот двигатель такой прям маховик здоровый вообще не знаю правильно золомах и в компрежте маховик я не супер эксперт у машинах но люблю покататься так смотрите вот можно смотреть там очень ничего нету она максимально облегчена ну не максимально конечно ты все сохранено в плане дверей но тоже найти хочется в красивом салончике гонять но тоже ведь обшивка снята смета так что она все-таки немножко облегчена в этом плане так ну что же давайте посмотрим что у нас там следующее а следующий у нас как знаменитый этот хуникорн мустанг кеноблока моему опять-таки вдруг я ошибаюсь мне опять закидают тапками по-моему да это кенблок ford мустанг не знаю как бы он конечно классный прикольно смотрится и вообще как бы он очень популярен до среди на стрит рейсеров там дрифт рейсеров не знаю прикольная машина да не спорю но лично мне она как-то не особо нравится да она хорошая но прям восторг мне вызывает предыдущий модель а нет так нормально классно показаться можно для дрифта самое то смотрите вот снимается крышечка тут наверно что азот такой вот как питом усиленный защитка все все дела круто на спорте кисметики ручники здесь крок приключения передачи ручники прям здоровые так ну и следующая заключительная модель у нас chevrolet belair тоже вот они на не поработали тоже прикольно смотрится мне очень нравится но вообще в гонках он какой-то вообще неуправляемые сразу уходит занос вроде как эта машина создана для одиночных заездов по прямой до какие-нибудь там спринты один-на-один там драфт гонки какие-то мощные такие но она тем не менее не особо такая быстрая бы сказал разгоняется медленно достаточно на поворотах так вообще уходит дичайший занос ее заносит и как-то не особо прям круто но тем не менее она очень куда сделано мне все нравится ну что ж друзья давайте наверное этом закончим мы посмотрели все машинки которые есть карпаки хуниган и в общем пишите в комментариях какую машину вам хотелось бы увидеть так сказать соло и обязательно ее запилю надеюсь где-то в течение недели может максимум двух постараюсь со своим супер-пупер и графиком спасибо за внимание друзья спасибо за подписку спасибо что остаетесь со мной с вами был мост до свидания до свидания и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»